Николай Владимирович, не могу не спросить, этот вопрос не согласовывался прежде, тем не менее, сегодня он очень широко обсуждается с Назаровцами. Как же так случилось, что машина главы города застряла в частном секторе в Снегу? Или Вы не ставили подрядчику задачи привести частный сектор в том числе в порядок? Давайте начнем с самого простого. Я, можно сказать, в круглосуточном режиме сейчас мониторю ситуацию с частным сектором и с территорией города. И скажу Вам так, все мы жители этого города, я житель частного сектора, и у меня есть определенный опыт в том, как когда-то это было, как оно есть сейчас. С тем объемом снежного покрова, который есть сейчас, мы сейчас идем по очень мягкой схеме. Почему? Потому что мы распределили территорию города так, что чистим город в три этапа. То есть, в прошлом году мы ждали момент. Момент этот приходит, как правило, в выходной ночью, когда снег резко проваливается, и мы ничего не можем сделать. Мы начали город чистить в три этапа и угадали этот момент с воскресенья на понедельник в ночь. Мы снимаем всю технику с улицы 30 лет в ЛКСМ, у нас работала техника-вовосник, и пускаем эту технику на частный сектор. И вот за эту ночь мы сделали огромные объемы. Это и треть поселка строителей, это остров по той стороне до дымки, часть малой. Там, то есть, это большие микрорайоны закрыли за этот участок. И, вот так скажу, то, что сделано было в воскресенье, вот на вчерашний день действительно уже подраскисло. То есть, я сам лично проезжал на своем автомобиле, у меня низкая машина везде, по поселку строителей в том числе. Но с понедельника на вторник мы чистили другие участки, на среду мы все оставшиеся участки завершили. То есть, мы вчера завершали уже и Нахаловку, и вторую часть вокзала, и Назаровская ГРЭС два дня работали по поселку строителей. Что делается, это все понятно. Но по факту вы продемонстрировали главе города, что не во все территории сегодня можно проехать. Более того, вы поставили его, ну скажем, в неловкое положение, да, вот в связи с этим, что думаете? Ну, маршрут глава города, к сожалению, не согласовывал, поэтому он выбирал его сам, но, может, на самом деле решил проверить на своей машине проходимость в некоторых участках. Но, я не вижу в этом большой проблемы, буксуют все, и в этот период избежать совсем, это в принципе невозможно. Но оно в каком плане невозможно? Наверное, больше в финансовом эквиваленте, да? То есть, если бы бюджет Гурназарова позволял бы нам работать вот в авральном круглосуточном режиме, например, с января месяца по апрель, именно с вопросом очистки снега под самооснование и с его вывозом, естественно, таких бы проблем не было и хватило бы существующих сил, в настоящий момент ничего бы не делали. Но, к великому сожалению, так для справки, за январь-февраль мы съели зимнее содержание. Зимнее содержание у нас всего 9 миллионов рублей, то есть, здесь нужно, я так думаю, поднимать вопрос, в принципе, на уровне выше, на уровне, может, губернатора, правительства, об увеличении ассигнований именно на зимнее содержание уличной дорожной сети таких городов, как Назарова. Год на год не приходится, но уровень снежного покрова в Назарова всегда в разы превышает уровень снежного покрова соседних муниципальных образований, в разы. И, соответственно, этих денег не хватает никогда. В прошлый год у нас на зимнее содержание ушло 12 миллионов рублей, 12. Вот все-таки после произошедшего глава города какие-то замечания сделал по работе? Мы проводили экстренное совещание, скажу вам честно, и с подрядчиком, и со всем, но мы были в этом плане настойчиво и подготовлены, поэтому все решили в рабочем порядке. Ну, естественно, тот участок оперативно подрядная организация проработала, но бывают разные и не без юмора ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok